Что интересует простого человека? Здоровье и жить долго, если хорошее здоровье. Если плохое здоровье, жить долго неинтересно. К примеру, у человека больное сердце, сплошь зарядом, инфаркт миокарда, когда голова стала плохая, мозги перестали работать, инсульт, кровоизлияние в мозг и так далее. Можно ли вырастить новое сердце? Вместо того, чтобы пересаживать от донора, ждать его месяцами, годами, а может быть и умереть без донорского сердца, без донорских легких, почек, печени и так далее. Сейчас огромная индустрия по пересадке органов. Индустрия, надо сказать, страшная. В некоторых странах людей просто забивает на органы. Или нещадно эксплуатирует, заставляя делать операции, платя какие-то деньги. Человек лишается одной почки, глаза лишается и так далее. Вот это путь плохой. А вот то направление, которое я представляю, и в моем лице достаточно большое семейство уже ученых во всем мире, значит, вот это направление называется лингвистика, волновая генетика. Она в своем практическом выражении, а история ее насчитывает больше 80 лет, потому что наш гениальный предшественник, российский ученый, русский ученый Гурвич предложил теорию биологического поля. Это были 20-е годы прошлого года. Тем не менее, он гениально сформулировал основную идею. Все-таки я скажу маленькую-маленькую теоретическую заставку, которая была бы вам ясна. Что наши хромосомы, то есть наш наследственный аппарат, наш генетический аппарат имеет волновой эквивалент. На этом пока, так сказать, по теории мы рассуждения прекратим. А я расскажу о том, что можно сделать уже сейчас. на основании использования теорий и приборных разработок, которые родились в недрах лингвистико-волновой кинетики, вот здесь в России, у нас в Москве. Ну, например, вот что мы сделали. Одно из самых первых наших достижений, это было то, что мы сумели регенерировать поджелудочную железу у животных. Это было сделано в Канаде в 2002 году. Затем в 2005 году это было повторено моими коллегами, под моим руководством в Нижнем Новгороде. Регенерация поджелудочной железы. Это очень удобно. Вместо того, чтобы пить лекарства или колоть инсулин, можно вырастить, регенерировать, собственно, поджелудочную железу. Это было сделано. Затем было сделано, правда, это был единичный эксперимент. Дальше нам были проблемы определенные организационного характера. Нам удалось регенерировать зубы. И, наконец, вот одно из самых последних наших достижений, это мы реально показали перенос конкретного гена. То есть, возможно и уже доказано экспериментально передача конкретного гена. Не так, как мы делали, когда мы чехом передавали тысячи генов. Так что для того, чтобы регенерировать поджелудочную железу, нужно включить множество генов и передать их на расстояние. И это расстояние достаточно большие. Это километры, от метров до километров многих. Здесь мы разработали конкретную методику, технологию передачи конкретного гена. И продемонстрировали, что вот этот ген, конкретный ген, так называемый ген BLBP, я не буду расшифровывать его, который участвует в программировании стволовых клеток, нам удалось его перенести дистантно, на расстоянии нескольких метров, из клеток доноров в клетки реципиентов, в стволовые клетки. Я напомню вам, что на стволовые клетки сейчас во всем мире выделяется миллиарды-миллиарды долларов. Но эти работы, я прямо могу заявить, что они стратегически неверно ориентированы. И все эти деньги уйдут в песок. Значит, это вот конкретная демонстрация, статья уже подготовлена к печати. И, наконец, вторая вещь, которая, так же, как и первую, так же, как регенерацию поджелудочной железы, вот таким вот электромагнитным путем, каким мы сделали, точнее, лазерным путем, так же, как вот трансляция гена BLBP, это тоже все лазерные пути. Наконец, последняя работа наша – это регенерация коры головного мозга, нейронов, поврежденной коры головного мозга. А сейчас мы работаем над работой регенерации спинного мозга, повреждений спинного мозга. Очень много больных, которые получают травмы спины, так называемые спинальные больные. Очень много людей с инсультами, когда поражена, поражен головной мозг, кора головного мозга, вследствие кровоизлияния, идет нарушение обмена, разрушается нейроночек, становится либо парализованным, либо просто погибает. Так вот, нам удалось запрограммировать стволовые клетки, определенную линию стволовых клеток, ввести ее в кровоток, и такие клетки занимают свое место в головном мозгу, и начинается регенерация коры головного мозга. Начинается регенерация, дифференцировка клеток по нейронному типу. Этого никто не делал до нас. Мы это сделали впервые в мире. Поэтому эта технология имеет колоссальное будущее. То есть, в принципе, можно регенерировать все. И тем самым продлить жизнь человеку. Продлить жизнь и, более того, даже омолодить его, затормозить старение. Потому что теоретически эти вещи совершенно спокойно можно предположить, потому что есть клетки в нашем организме, есть организмы, которые не остареют. Вот морские организмы, в частности, некоторые. И наши клетки, вот те самые стволовые клетки, они фактически не остареют. Они могут делиться сколько угодно. Остается, значит, клетка стволовая, она исходная. Сколько бы там циклов деления не было, да, никакой клеточной смерти не наступает, никакой митохондриальной смерти не наступает. Эти клетки стволовые бессмертны. Так же, как, кстати, к сожалению, раковые клетки. Все они обладают способностью воспроизводить себя сколь угодно долго. Таким образом, мы имеем некую материальную базу для того, чтобы продлить жизнь человека неопределенно долго. Сейчас встает другой вопрос. Необходимо ли это человеку жить тысячи лет? Наверное, вопрос довольно бессмысленный, вероятно, нет. Но активной жизни на 200-300 лет можно обеспечить человеку. Если делать больше, то будет перенаселение, вероятно, и возникнут большие социальные проблемы, напряженности и так далее. Но это вопрос не для биологов, не для медиков, не для генетиков. Это уже социальный вопрос. Я просто говорю, что это возможно. Это возможно. Может быть, это применимо к определенным группам людей, особо талантливых. Но, опять-таки, это не компетенция генетиков, биологов. Это, скорее всего, социальный аспект. Поэтому здесь мы это не обсуждаем. Значит, технологии внешне очень простые. Вот наша работа. Технологии очень простые, внешне. Хотя за этой простотой стоят 26 лет наших исследований, моих исследований. Ну и в группе, конечно, в содружестве с очень крупными физиками, эмбриологами, гистологами, даже лингвистами, математическими лингвистами. Главным образом были физики, потому что та технология, которую мы используем, конечно, она базируется на знании квантовой физики. Значит, таким образом перспективы не ограничены. И, в принципе, можно... Это сейчас делают многие, и эти многие спекулируют, эти многие грешат. Но наиболее эффективно мы записываем различные биологически активные вещества в виде неких квантовых эквивалентов, которые можно вводить, в частности, в воду. Это сейчас большая-большая проблема, когда гомеопаты разводят вещества до бесконечных степеней, до очень больших степеней, когда вещества уже нет, а что-то там остается, и эта водичка продолжает работать, или же так называемые шарики гомеопатические, тоже на них какие-то следы биологических веществ, даже, может быть, практически уже нет ничего. Может быть, там одна молекула, так сказать, на миллиарды других сопутствующих носителей, или там сахара, например. Тем не менее, это работает. Почему это работает? Ну, вот это происходит вследствие как раз того, что предсказал Гурович в отношении хромосом. Но это можно предсказание распространить и на все другие вещества. То есть, каждое вещество имеет свой квантовый эквивалент. Если вы умеете им управлять, если вы этот квантовый эквивалент переводите в соответствующие удобные формы, с которыми вы оперируете, то это дает вам возможность записать все лекарства в компактном виде, в виде электронной библиотеки, и необходимость, так сказать, производства большого количества лекарств отпадает. Хотя, значит, в некоторых случаях надо все-таки это делать, и фармакологи делают большую работу. Я нисколько не хочу бросить камень в их адрес. Просто надо дружить фармакологами, фармакологам со специалистами, вот с нами и с другими, которые работают в этой же области, которые обладают технологиями записи лекарств в виде вот таких квантовых эквивалентов. На чем же основывается? Все-таки сейчас немножечко коснусь, потому что это тоже интересно, чтобы люди поняли, что это все не на пустом месте родилось, и что мы не выскочили, как черти из коробки, и начинаем размахивать. Ага, вот у нас вот есть вот такая-то технология. Да, эта технология разрабатывалась 26 лет нами, и она базируется, конечно, прежде всего на квантовой физике и на генетике. И особенно на генетике. Потому что я хочу подчеркнуть один момент, что генетический аппарат не занимается только передачей наследственных свойств, как многие считают. Что вот наши с вами хромосомы – это только для того, чтобы наши дети походили на папу и на маму. Нет, это только существенная, но незначительная часть работы генетического аппарата. А основная часть его направлена на то, чтобы регулировать все обменные процессы, фундаментальные обменные процессы, которые начинаются с уровня молекул ДНК, с наших хромосом, и кончая физиологическими актами, физиологическими процессами. И таким образом генетический аппарат лежит в основе всего. В основе всего. И вот что было сделано раньше, и что сделали мы? А это очень важно понять. Потому что сейчас состояние здоровья людей может быть в значительной степени утрачено вследствие того, что генетика нас завела в тупик, в общем-то. Это вот тот самый случай, когда недостаточно проработанная теория, в данном случае теория генетического кодирования, привела к катастрофическим результатам. Связанным с ГМ-продуктом, так называемые, генетически модифицированные продукты питания, и различные, так называемые, синтетические бактерии, которые созданы в институте Крейга Вентера в Соединенных Штатах. Тот самый, который первый секвенировал геном человека. А на это было потрачено около 20 миллиардов долларов. Так все-таки где заключалась ошибка генетиков и молекулярных биологов, которая, в общем-то, нас подвела к черте определенной, за которой стоит очень хорошее будущее? Эта ошибка, фактически, она привела к катастрофическому распространению генетически модифицированных продуктов питания, которые, в общем-то, вызывают рак, аллергию, снижение плодовитости, снижение рождаемости и, в общем-то, к деградации человека как вида. То есть, гомо-сапиен стоит на грани исчезновения вследствие неправильного использования принципов генетики. А принципы генетики были не поняты. Не поняты основателями, так сказать, молекулярной генетики, скажем так. Основатели, лауреат на Нобелевской премии, это, прежде всего, Маршал Ниренберг и Фрэнсис Крик. В 60-е годы прошлого века. А началось даже в 50-х годах, когда Крик, Уотсон Крик, открыли, так называемая, двойную спираль ДНК и посчитали, что вот они ухватили, так сказать, Бога за бороду. Теперь им понятны принципы генетики. Дальше в эту работу включился Маршал Ниренберг. И в 68-м году он получил Нобелевскую премию за открытие генетического кода. Вот этот самый модель генетического кода, не за открытие генетического кода, это совершенно неправильно было. Модель генетического кода. Это некое приближенное описание так, как работает наш генетический аппарат. А ошибка заключалась вот в чём. Генетический код, а точнее белковый код, это далеко не вся генетика, это программа синтеза белков, из которых мы состоим в основном. Мы состоим из трёх основных компонентов. Это вода, процентов на 70-80 мы состоим из воды. Головной мозг вообще на 90% состоит из воды. Затем белки и ДНК. Вот эти основные компоненты, они открыли, как синтезируются, как кодируются в хромосомах белки. При этом оказалось, что кодирование белков в хромосомах осуществляется всего лишь одним, примерно одним процентом ДНК. Остальная часть ДНК, то есть почти 99% было названо, так сказать, ничтоже сумняшимся мусором. Вот это была гигантская ошибка, первая ошибка, стратегическая ошибка. Ну тогда ещё было как бы простительно. Значит, мы просто не понимали и всё. Этой роли, и поэтому обозвали её эгоистической, мусорной ДНК и так далее, и так далее. Значит, у неё много кличек у этой ДНК. Ниренберг сделал открытие, крупное открытие, вот ему по праву, так сказать, дали Нобелевскую премию, но надо было ему дать, либо не давать Нобелевскую премию, либо дать двойную Нобелевскую премию. А вот почему двойную? Вот парадокс. Он сделал ошибку, если бы он понял свою ошибку, то он бы получил две Нобелевские премии. А ему дали Нобелевскую премию за открытие генетического кодирования. И не вдаваясь в подробности, О том, как это происходит кодирование, я скажу, что вот эти коды, они поделены на две половинки. 50% точно кодируют белки, аминокислоты, которые входят в состав белков, а 50% этих кодонов, отвечающих за составные части белков, за аминокислоты, они кодируют их двойственно, неопределенно. Вот простой пример. Например, слово «ключ». Его можно понять как угодно. То ли это скрипичный ключ, то ли это ключ от квартиры, то ли это ключ из-под земли, бьёт вода, но её называют ключом. Или слово, допустим, «коса». Какая коса? Девичья коса. Или коса, которая косит траву. Или слово «бокс». Или слово «лук». Лук, из которого стреляют, или лук, который едят. Или это английское слово «лук» – смотреть. Вот такие многозначные слова с неопределённой, так сказать, семантикой, смыслом, значением этих слов. Значит, весь генетический аппарат поделён на две половинки. Одна половинка точно кодирует, а другая половинка кодирует вот так двойственно. То ли это, то ли то. Но недаром это сразу же назвали текстом, но метафорически назвали текстом. Гены, которые кодируют белки, их назвали текстами, генетическими текстами. Но как метафора. На самом деле это не метафора, на самом деле это тексты. И противоречие организмам, когда он встречается вот с таким неопределённым кодированием, снимается очень просто. Так же, как вот вы слово «коса» можете понять только в рамках целой фразы. Вот я увидел девушку, у которой была прекрасная коса. Ну, понятно, что идёт речь о какой косе. Или моя костра была так хорошо заточена, что я с удовольствием косил траву. Значит, тут коса в совершенно другом смысле. Вот генетический аппарат, он точно так же, используя законы лингвистики, ориентируется на контекст. Что такое контекст? Это целая фраза. Вот когда целая фраза, вот о косе, например, да понятно, о какой косе идёт речь. Это называется контекстная ориентация. Проще сказать, что вот часть, часть может быть понят тогда, когда знаешь целое. И вот здесь была гигантская ошибка Ниренберга, когда он обнаружил, что вот один из кадонов, так называемый урегиновый кадон, кодирует одновременно две разные аминокислоты, а организму, генетическому аппарату предстоит выбрать одну из двух аминокислот. Если он выберет неправильную, а кот один и тот же, аминокислоту, аминокислот, если он выберет неправильную кислоту, это означает практически верную смерть организму. А он спокойно эту задачку решает. Как? Он читает всю фразу, генетическую фразу, весь ген читает, как текст. И он, генетический аппарат, в данном случае рибосома, как квантовый биокомпьютер, нанобиокомпьютер, сейчас вот модное слово, в данном случае оно применимо, потому что рибосома, которая читает информационный РНК, это нанобиокомпьютер, и вот она читает весь ген, понимает его смысл и придает точное значение кадону. Значит, когда Ниренберг обнаружил один-единственный такой кадон, который вот так неопределенно кодирует, значит, они уже начали работать вместе с Фрэнсисом Криком, лауреатом Нобелевской премии, они это дело увидели, и тогда прямо и честно сказали, что молекулярная природа этого им не понятна. Но уже в этой фразе уже непонимание, что здесь не молекулярная природа виновата, а здесь совершенно другие вещи работают, это смыслы генетических текстов. Так что это, скорее всего, ментальная природа, а не молекулярная природа. Гена им была непонятна. И тогда они просто-напросто тихо это затушевали. И даже Крик написал работу соответствующую, где там говорил о том, что есть так называемый третий нуклеотид в кадоне, и что он может быть любым. И он поставил дымовую завесу, об этом забыли. Забыли на долгий год, на 40 с лишним лет. Потому что Нобелевская премия Ниренбергу была дана в 68-м году. И с тех пор прошло, видите, сколько времени, и до сих пор в этом противоречии продолжают биологи, генетики и медики находиться. Это привело к тем последствиям, о которых он говорил. Что мы стоим сейчас на краю генетической катастрофы, потому что мы совершенно бездумно начинаем употреблять генетически модифицированные продукты, которые изготовлены на основе неправильной теоретической модели. Когда вводят искусственные гены, генетический аппарат, и эти гены меняют свои смыслы по определенным эндокислотам, у вас получается масса других белков, которые просто могут убить человека. Я вам сейчас просто проиллюстрирую, покажу вот эту табличку неопределенности генетического кодирования. Вот она, видите. Вот красненькими здесь обозначены так называемые вавлирующие нуклеотиды в кадонах, которые придают как раз вот такой вот половине кодонов, половине генетической информации, такую неопределенность. А вот эти вот товарищи, которые, собственно говоря, модель генетического кодирования ввели, неправильную модель, да, она наполовину неправильная. Если бы они поняли, если бы Ниренберг понял значимость этого эффекта, который он обнаружил, неопределенности генетического кодирования, вот Ниренберг, видите, вот он Ниренберг, вот он, а это Фрэнсис Крик, то ему надо было бы дать не одну, а две Нобелевских премии, да еще и Крику вторую дать Нобелевскую премию, потому что это было бы грандиозное открытие, которое совершенно переворачивает всю генетику. Это не было замечено, или не понято, или еще по каким-то причинам, это уже сейчас мы не узнаем, потому что оба они уже, так сказать, ушли в мир иной, но перед смертью, вот Фрэнсис Крик написал книгу «Безумный поиск». Знаете, это не случайно он сказал, что это поиск безумный, действительно он был безумный, потому что в данном случае не хватило, так сказать, ума им. То есть они сделали это без, как бы без ума. И дальше он в этой книжке просто признает, что вот в этой книжке вот есть фраза, где он говорит, что «я не вижу очевидного смысла в генетическом коде». Он честно признал, перед смертью, правда. Вот, так что вот за эти ошибки сейчас расплачиваемся мы, но вот лингвистика, волновая генетика, вот которой я занимаюсь уже вот 26 лет, она позволяет вывести, так сказать, людей из этого тупика, и, значит, она дает вот совершенно определенные результаты. Ну вот вы видите, значит, вот этот снимок, а вот этот вот аппарат. С виду скромненький, скромненький аппаратик. Да, это лазер. Лазер – это не просто какая-то фитюлька, это продукт работы Нобелевских лауреатов Таунса, Прохорова и Басова. Басов – это один из тех, кто работал в ФИАНе, в физическом институте. Мне тоже посчастливилось 10 лет проработать в оптическом отделе Ландерга в этом институте, и с очень крупными учеными, лазерщиками. И, значит, вот это лазер, который позволяет… Что он делает? Он делает очень сильные вещи. Он делает очень сильные вещи. Дело в том, что наши с вами хромосомы – это лазеры, тоже своего рода лазеры, которые излучают так называемый когерентный свет. Он отличается от обычного света, так же, как хоровое пение отличается, когда люди в разнобой поют. Значит, вот наши с вами хромосомы излучают очень слабый свет в видимом диапазоне, то есть от ультрафиолета до инфракрасного света. И вот мы, ФИАНе, вот это наша работа, значит, сделали лазер на молекулах ДНК. Мы впервые в мире показали, что… А да, действительно, нам не верили, значит, сомневались ученые, потому что молекула ДНК слишком сложна, казалось бы, чтобы быть структурой, которая излучает лазерный свет. Мы это доказали. И опубликовали. Вот в квантуэлектронике, кстати говоря, с подачи Басова, Басова, академика Басова, который еще тогда работал в ФИАНе. Ну, дальше поехали. А что же это дает? Вот сейчас мы приближаемся уже к практической демонстрации, экспериментальной демонстрации, что может сделать вот такая волновая генетическая информация, считываемая вот таким лазером. То есть, красный свет этого лазера, гелиньонного лазера, имеющий определенные квантовые характеристики, строго определенные квантовые характеристики, связанные с поляризацией фотонов, значит, вот такой лазер способен считывать генетическую информацию, переводить ее в широкополосный электромагнитный спектр за счет определенных, так сказать, процессов, происходящих при интерференции встречных пучков лазера, так называемой Денисюковской голографии бегущей волны. Вот такое страшное слово произнесу, но тем не менее оно необходимо, потому что оно лежит в основе наших экспериментов, и плюс еще другая, так сказать, модель, которая дополняет вот эту Денисюковскую модель, так называемая модель локализованного света, когда свет превращается в радиоволны. Вот эти радиоволны мы ловим радиоприемником, в том числе генетическую информацию, записанную на радиоволновом уровне. На радиоволновом уровне, но там есть еще кое-какие нюансы, о которых сейчас говорить не надо, потому что мы не на семинаре по теоретической физике, а вот практический результат. А этот результат негативный. В каком смысле негативный? Он показал мощь вот этой технологии, которую мы с самого начала столкнулись с негативными результатами, потом мы ушли от этого дела. Когда мы берем в качестве источника информации генетический аппарат, испорченную молекулу ДНК, выделенную, так сказать, ДНК из определенного растения, и эта ДНК при выделении ее в чистом виде, ее сейчас выделяют очень просто, элементарно выделяют, но при этом она портится, она рвется. Ну, биохимиков это устраивает, потому что они и генетики не очень понимают, так сказать, значения вот той самой мусорной ДНК, о которой я говорил. А мы, когда мы использовали вот такой препарат ДНК, который фактически является испорченным генетическим аппаратом, то мы получили вот что. Мы получили, что вот эти высокие столбики показывают уровень мутации. То есть на расстоянии 7 километров мы вызвали мутацию у растения, которое, значит, в результате этого фактически погибает. То есть на большом расстоянии, теоретически это может быть любое расстояние, мы передаем испорченную генетическую информацию и вызываем монтогенез, так называемый, а точнее сказать, квазимутогенез, потому что он не связан с разрывами олеклого ДНК, а связан с совершенно другими изменениями на уровне вот этой самой избыточной ДНК, так называемой эгоистической ДНК. Значит, забыли про негативные результаты, были еще очень неприятные негативные результаты. Мы поняли, как работать надо, очень аккуратно с этой аппаратурой. А вот пошли уже самые главные результаты, о которых я говорил. Это было получено в городе Торонто, куда нас пригласили в Канаду. И вот здесь мы продемонстрировали, что можно регенерировать поджелудочную железу у десятков и десятков животных экспериментальных, а потом и на людях можно это сделать. Ну, здесь вот, так сказать, подробностей не буду говорить. Значит, когда вы поджелудочную железу определенным ядом, так сказать, убиваете, уничтожаете, деградируете ее, да, то возникает диабет. Диабет первого типа. И вот видите, этот сахар, уровень сахара по этой оси, уровень сахара, сахар растет. Вот, четыре графика, сахар растет, и дальше крыса погибает. Если в какой-то определенный момент времени вы туда не вводите волновую генетическую информацию, считанную лазером с поджелудочной железы новорожденного крысенка, того же, так сказать, вида крыс, который вы использовали для эксперимента. И после этого, когда вы облучили этих крыс вот этими радиоволнами, мягкий диапазон, так сказать, несущая волна, это 650 кГц, спектр фрактальный, и вот сахар падает, видите, вот это на расстоянии там одного сантиметра, это на расстоянии трех метров, это 20 километров, это 20 километров. На расстоянии 20 километров сахар падает, видите, он раз упал, здесь тоже упал, упал до исходного уровня. Мы регенерировали поджелудочную железу. Вообще говоря, это, конечно, исторический факт, но вот мы это дело опубликовали, третья моя монография это есть. Потом этот эксперимент повторили, значит, после Торонто в Нижнем Новгороде, значит, медики, с которыми я работал, это 2005-2006 год. Вот, и, значит, вот здесь мы имеем восстановление поджелудочной железы. Вот видите, вот она, вот она нормальная поджелудочная железа, островки Лангер-Гарса, вводим, Алаксан, деградирует эти самые островки и бета-клетки, которые синтезируют инсулин, необходимый для усвоения сахара. А потом мы регенерируем, получаем исходную, так сказать, картинку с нормальными работающими островками Лангер-Гарса. Теперь, значит, более того, значит, мы вызвали, это тоже уникальный совершенно эксперимент, когда мы вызвали у животных так называемый волновой иммунитет. Это вообще абсолютно беспрецедентная вещь, потому что никто, равно как и передача генов на расстоянии, никто никогда не вызывал волновой иммунитет, а мы вызвали его. Если вы вводите яд, вот, например, яд Алаксан, вы предварительно крыс облучаете поджелудочной железой в течение длительного времени, то этот смертельный яд, который убивает крыс, он перестает работать. И вот эти крысы спокойно живут вот 40 дней. Они прожили и жили дальше. Ну, вот, дальше показываю что у нас было. Ну, можно, например, вызвать устойчивость людей, выздоровление на большом коллективе людей, там, десятки людей. Вот разница между этими двумя графиками показывает, что у них произошло восстановление функций, их жизненно важные функции были восстановлены у них. Вот. Ну, а это вот картинка, которая показывает очень интересное явление, связанное с новым видом памяти ДНК, так называемая память на уровне явления возврата фермипасаулома, я об этом не буду говорить, но просто скажу, что само явление лежит тоже в основе генетики, в основе работы генетического аппарата. И когда необходимо восстановить орган или ткань, или клетку, то срабатывает вот эта память, так называемая возвратная память. Вот, например, клешня у краба регенерирует. Значит, что делает краб, когда у него утрачена клешня или ящерица, у которой утрачен хвостик, да? Они регенерируют. Для этого они запрашивают, организм запрашивает память старую об утраченной конечности или там об утраченном хвосте, или как у нас печень, если часть печени удалить, она регенерирует. Значит, надо сделать запрос в генетическую память, да? И вызвать нужную информацию для регенерации органов и тканей. Так вот, это возвратная память. Она как раз реализуется даже на молекулярном уровне в виде вот этого явления возврата фермиопастового лома. Дальше. Значит, ну вот спросят, а как же читается молекула? Вы говорите, что идет чтение, что гены читаются. Да, они читаются. Есть определенные волновые процессы, которые осуществляют чтение. Как бы, как бы чтение, это, этим занимается так называемое солитонное возбуждение определенной виды волн, которые реализуются в молекулах ДНК, в молекулах РНК. Вот. А здесь вот я показываю вам, как вот этот аппарат лазерный дает вот эти самые спектры, вот они здесь показаны, эти спектры, которые вот несут в себе не только генетическую информацию, а шире, генетико-метаболическую информацию, шире гораздо, потому что лазерный луч сканирует все в клетке и в ткани, включая молекулы ДНК. Значит, вот такие вот спектры мы имеем. Вот они. Вот, в случае, когда мы регенерировали зубы у женщины, она совершенно не имела зубов. Вот один у него шатающийся зуб, последний. А так, абсолютно пустая челюсть была. Пустая верх, нижняя челюсть без зубов, кроме вот этого. Когда мы ввели информацию, считанную с крови ее внука, девятилетнего, когда шла у него замена, смена зубов молочных, то эта информация, а мы ее лечили от диабета, довольно успешно, вот таким волновым воздействием, то параллельно регенерировали зубы. Ну, а поскольку она не подозревала об этом, носила протезы, то они уперлись в протезы, видите, они в сторону пошли. Это вызвало у нее воспаление, отек и так далее. Было много, так сказать, у нас переживаний по этому поводу, но все выяснилось. Но это вот другая вещь, которая связана тоже с особого рода проявлением генетической информации, наши с вами хромосомы являются машиной времени. Это оператор биологического времени. Потому что наши хромосомы, они, так сказать, живут в настоящее время, смотрят в прошлое и планируют будущее. То есть, одновременно оперируют тремя временами, для того, чтобы построить будущий организм. И вот здесь при определенных воздействиях, вот на семена гороха, вот обычно семена гороха, если их замочить, то они через три дня дают уже такие проростки, видите, а если на них воздействуют определенным образом, вот такой волновой информации, то у них приостанавливается темп старения, и вот этим четыре дня, а этим месяц. Видите, за месяц они вот только так выросли. мы ухватили вот этот момент, связанный с торможением старения. И сейчас мы это используем на людях. У нас есть технология, которая позволяет затормозить старение людей. Но это, так сказать, другое явление, особое. Так, фантомная память ДНК, это нас далеко ведет, я рассказывать не буду. То есть, могу только сказать, что если ДНК, например, из прибора убрать, то там остается фантом ДНК, и он регистрируется этим прибором. Это говорит о том, что мы не уходим никуда, не исчезаем, после нас остается некая память, так называемых вакуумных структурах возбужденных. Ну, есть теория определенная, об этом тоже мы говорить не будем. Вот такие вот, один из видов фантома ДНК. А вот фантомы другого рода на листе растения. Когда вы обрезаете листочек, а форма листа она наследуемый признак, генетически наследуемый признак, то, значит, в определенных условиях, когда вы облучаете лист, так называемая газоразрядная визуализация, происходит кириллиановский эффект, то вы видите фантом ДНК, фантом листа, вот он, видите, увеличенный. Вот он здесь вот. То есть мы видим на самом деле то, чего нет. Это как раз голографическая память. Потому что голограмма, каждый фрагмент голограммы помнит все целое. Вы можете голограмму разрезать пополам, на кусочки, на мелкие, каждый кусочек будет воспроизводить целый образ. Таким образом, это демонстрация просто голографической памяти генетического аппарата, которая является, вот эта память голографическая, она является одним из краеугольных камней волновой генетики и позволяет в практике. Но это вот другого рода фантомы ДНК. Мы их можем по-другому. Вот здесь препарат ДНК находится, если его определенным образом возбудить красным инфракрасным светом, то из него вылетает вот такой фантом в виде такой траектории, такая пулеметная очередь, трек такой. И вот за секунду он накручивает такую вот траекторию и куда-то вылетает. Значит, это будущее. Это будущее генетики. Этим мы только-только начинаем заниматься, привлекли сюда крупных теоретиков. Сюда вовлечены концепты темной материи, темной энергии и так далее. Значит, об этом мы не будем говорить, пометая о том, что у нас не семинар по квантовой физике и квантовой генетике. Ну, вот тоже один из фантомов. Если по-другому возбудить, то вот так вот фантом этот выглядит. Если свет выключить, если выключить все, и будет темная лаборатория, то он продолжает существовать, этот фантом. Глазами он не виден, только фотопленка видит его. Вот такое явление. Очень интересно. Ну, это еще другая форма, так сказать, вычисления, математического вычисления, обработки цифровой памяти. И фантом тоже выходит. То есть, это многообразное явление, которое тоже лежит в основе квантовой или волновой генетики, и которое предстоит изучать в этом веке и в следующих веках. Работы хватит. Долго рассказывать, значит, вот они ДНК сама себя реплицируют, так называют квантовые реплики, волновые реплики ДНК, и более того, она сканирует окружающее пространство, она тоже дает реплики. Это не артефакт, это научный факт. Это мы все описали, публиковали в Соединенных Штатах. Вот. Что еще он рассказает? Да, значит, вот эксперимент плохо видно, но я все-таки расскажу. недавно вышла статья о Люко Монтенье, ну, уже год уже прошел, когда он передал информацию, которая встряхнула весь генетический мир. Фактически он сделал то, что мы давно уже сделали, так он сделал, передал информацию своим приборам, тоже работающим на низкочастотных электромагнитных полях. Вот. Он лазер не использовал, потому что можно передать разными путями. информацию о молекуле ДНК. Он передал информацию на расстояние, ввел ее в воду, информацию с кусочка ДНК, определенной длины, определенной последовательности нуклеотидов, ввел ее в воду, и потом оказалось, что в этой пустой воде, которой ничего, кроме воды, не было, если добавить туда реакционную смесь, содержащую предшественники ДНК, то эти ферменты, которые синтезируют ДНК, обманываются и принимают структуру воды, которая стала ДНК-подобной, значит, принимают эту такую ДНК-подобную структуру воды за саму ДНК и синтезируют уже реальную, реальную молекулу ДНК. Мы повторили эксперимент этот, к сожалению, здесь плохо видно, значит, вот здесь фракция ДНК, которая, так же, как у Люка Монтеньяна, а Люк Монтеньяна, помню, это лауреат Нобелевской премии, который получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ-вируса СПИДа, значит, мы повторили только со своей аппаратурой, да, действительно, можно передать информацию с ДНК на воду, это огромное достижение, так сказать, экспериментальное, теории, он не знает, не понимает Люк Монтеньяна, его команда, а у нас был, и есть гениальный ученый Бульонков, Николай Александрович, которого я лично знаю, который обосновал, что вода, и это теоретическая база для такого рода эксперимента, что вода может образовывать кластеры, которые могут организоваться в точное подобие ДНК, РНК и белков. Это работа 1982-1992 года, которая забыта, как это часто бывает в России, совершенно гениальное теоретическое предсказание, а Люк Монтеньяна даже не ссылается, он даже не знает об этой публикации, она в кристаллографии, в биофизике опубликована. Так что, значит, база под эти эксперименты получена, теоретическая, и экспериментальное подтверждение и Люком Монтенья, и нами. Только Люк Монтеньяна передает маленький кусочек ДНК, а мы передаем огромный пул генетической информации, например, для регенерации поджелудочной железы, или для регенерации коры головного мозга. А можно повторять регенерировать все. Легкие почки, печень, сосуды и даже головной мозг. Вот каковы возможности, колоссальные возможности лингвистика головной генетики, которая меняет, в корне меняет всю, всю медицину, которая может уйти, так сказать, от лечения лекарствами, а брать информацию из самого организма. И вот один из самых последних наших, так сказать, достижений. Вот что мы сделали? Что мы сделали? Значит, вот эта справа девочка больная, да? Ей 8 лет. А это вот ее сестра маленькая, но ей 20 лет. Это просто ее детская фотография. Они родные сестры. Вот эта девочка Алиса, она больна страшным генетическим заболеванием, которым болеют миллионы. А в Голландии, в Ирландии, значит, треть, 30% детей умирает. Просто национальная трагедия. От болезни, которая называется муковисцидоз. Или цистикфиброзис, так называемый. Это латинское название этой болезни. Цистикфиброзис. Муковисцидоз. Значит, поврежден ген одного из ферментов, который участвует в передаче ионов натрия через мембрану. И достаточно этой мутации, а их сотни этих мутаций, но одна особенно зловредная, но все они приводят к одному и тому же, что нарушается углеводный обмен и в легких возникают такие сгустки, которые не дают дышать ребенку, и он постепенно задыхается и умирает. неизбежно. Сто процентная смертность. Единственное, что делают медики, это дорогостоящие препараты, которые вызывают муколитики, разжижают эту слизь. Ребеночек еще может прожить лет 5-6. Или делают уже крайние такие вещи, операции, которые стоят до 500 тысяч долларов пересадка от трупа легких вот этому больному ребеночку. Он выживает и живет еще, может быть, чуть подольше, не 5 лет не живет, а может быть, 7-8 лет проживет, то он все равно умрет. Значит, что делать? Поврежден ген, организм ничего не может сделать. Мы сделали одну вещь, которая является фактически магией, но квантовой магией. И даже вот есть такой Сергей Иванович Доронин, совершенно блестящий физик, наш российский физик, вот, в МФТ и работает, который написал потрясающую книгу, называется «Квантовая магия». Вся квантовая физика, она магична. У меня нет времени, так сказать, и незачем здесь рассказывать эти все фантастические вещи, но одну все-таки скажу, одну скажу, потому что она лежит, она является базовой и наиболее цитируемая, так сказать, это статья Эйнштейна Подольского Розовна, написанная в 1935 году, и ее название примерно так звучит. Может ли квантовая физика описать мир в полном объеме. Там они постулировали одну вещь. Она чисто формализованная, физико-математическая, придраться очень трудно к ней. Она в этом корректна, абсолютно. они доказывают на основе теоретических размышлений и физико-математического формализма, что элементарные частицы, которые находятся иногда в так насцепленном спутном состоянии, например, фотоны, при разлете этих элементарных частиц, электронов, фотонов и так далее, они находятся в так нас спутанном состоянии. То есть, они представляют как бы один фотон, который растянулся на огромное расстояние. Если левую часть, левый фотон, вы поменяли квантовую какую-то характеристику, например, поляризацию, она ключевая является для наших, кстати говоря, работ, то левый поменял свою поляризацию, правый тут же отвечает за ноль времени и меняет свою поляризацию в противоположном направлении, но точно так же. Спин вверх, спин вниз. Получается, что расстояние при этом не играет никакой роли. Эти фотоны могут быть удалены на бесконечно большое расстояние, на разных концах Вселенной могут быть, и они связаны между собой каким-то образом. Вот это пугало Энштейна, потому что нарушало принцип причинности, потому что мы же знаем из общей логики, из философских концепций, что вначале причина, а потом через некоторое время следствие. Причина следствие. А у него причина и следствие слиты. То есть левый фотон поменял свои характеристики квантовые, правый за ноль времени тут же изменил свои, в ответ, зеркально, правда. Расстояние любое. Значит, это очень смущало Энштейна, и он так до конца и не понял, как и ушел в свет в другой иной мир. А оказывается, вот как мы предполагаем, генетика этот принцип использует. Она же пользуется фотонами. фотоны передают информацию от клетки к клетке. Там масса способов передачи информации от медленных до очень быстрых и сверх мгновенных. То есть вот клетки наши находятся и наши генетические аппараты каждой клетки, каждое клетчное ядро со своим собственным хромосомным набором находятся в так называемом спутном состоянии. Они соединены между собой так называемыми червоточными. нехорошее какое-то выражение мне не нравится, но другого не придумали. Или говорят спутное состояние. То есть каждая клетка о каждой клетке знает все и сразу. Но понимаете в чем дело? Знать все это смерти подобно. Поэтому эти состояния квантуются, то есть берется часть информации. И в зависимости от того, что нужно организму, он и использует. Вот это квантование. Вы видели фантомы, я вам показывал? Они это отображение в частности вот этих квантовных состояний. Это абсолютно необходимо. Почему нужна квантовая локальность для передачи в кавычках информации между клетками? Потому что у нас клетки число их совершенно фантастическое. Это примерно 200 миллиардов клеток. И общение между ними должно быть не то, что быстрым, оно должно быть мгновенным. Только тогда биосистема будет целостной. Хотя там есть и медленные процессы. Но в определенных режимах работают сверхбыстрые, а точнее мгновенные процессы. И вот здесь к чему веду? Причем здесь Алиса и ее сестра? Вот муковицидоз. Надо вылечить. Надо вылечить. Есть еще такая концепция. Тоже грандиозная концепция, которую выдвинул Бом. Который сказал, что Вселенная это голограмма. все голографично в этом мире, что внизу, то и вверху. Еще древние говорили, он обращал как физик, он сказал, что Вселенная голограмма, и каждый человек там в этой голограмме распечатан, так сказать, размазан. В голограмме нет определенного места, где объекты занимают какие-то свои места. Там все размыто. но можно подключиться к этой голограмме, если ты знаешь, как подключиться. И мы интуитивно, чисто, так сказать, экспериментальным путем обнаружили такую вещь. Она похожа на магию. Но это повторяй, квантовая магия, как Даронин писал. Значит, мы берем, и пускай люди не удивляются, потому что это работает, и в частности вот здесь это сработало блестяще. Мы берем фотографию здорового человека. В данном случае, чтобы вылечить эту девочку, мы взяли фотографию вот этой ее здоровой сестренки, здесь ей тоже где-то годика два-три, считали с нее информацию, квантовую информацию, получили так называемую голограмму бегущей волны по Денисюку, многочастотной и так далее, и так далее. И подключились, по-видимому, механизм до сих пор непонятный, это еще предстоит работать, подключились к этой вселенской голограмме, взяли эту информацию, взяли эту информацию, записали ее, так сказать, в виде спектра, дали больной девочке вот этой прослушивать эти файлы, которые мы записали в простом формате МП-3, который вырезает определенные частоты, сжимает и так далее, меня упрекали за это. Ничего страшного, эти спектры фрактальные, самоподобные, и любой кусочек, как на голограмме, воспроизводит целый спектр. Через несколько дней эта девочка полностью выздоровела, и сейчас я жду генетический анализ ее хромосом, потому что ей дали диагноз, что у нее мутация вот такого-то типа, поражен такой-то нуклеотид, значит, там другой аномальный стоит и так далее. Значит, мы ждем генетического анализа. это уникальный единственный случай, когда оба ответа меня будут абсолютно устраивать. Допустим, мутация ушла. Там есть механизмы, которые позволяют мутацию убрать за счет, так называемой, транспозиции участков ДНК. Можно закрыть, закрыть участок, поврежденный нормально, заместить его. Это один вариант, если мы это обнаружим, это великолепное подтверждение наших идей. Но допустим, что мутации остались, а ребеночек здоров. Значит, возникает большая теоретическая задача перед генетикой. Объясните это. Почему у ребенка мутация и генетический анализ, который на днях будет сделан, говорит, что да, мутация осталась, а ребенок здоров, несмотря на то, что ген поражен. Лингвистическая составляющая генетики, объясняет это очень просто. Работает по принципу пишется жмеринка, а читается Нью-Йорк. Так же, как слово коса, какая коса, девичья коса или коса, которая косит траву, или лук, из которого стреляют, или который едят. Понимаете, в чем дело? вот этот пораженный ген, он является аммонимом, и он может быть понят так или иначе в зависимости от контекста окружающих, так сказать, структур ДНК. А эти структуры ДНК переменчивают. Значит, в генетике давно Барбара Мак-Клинток получила Нобелевскую премию, по-моему, в 68-м году за открытие мобильных генов. То есть, гены прыгают. Прыгают. Почему они прыгают? Что управляет ими этими прыжками? Куда они прыгают? Вот это до сих пор непонятно, но Нобелевская премия получена, хотя, когда она обнаружила вот эти прыгающие гены, поняла, что они прыгают, на кукурузе сделала, это где-то конец 40-х, начало 50-х годов, ее посчитали за сумасшедшую старуху. Но в 68-м году дали премию Нобелевскую. Хотя до сих пор не понимает, какой смысл в прыжках генов. А смысл гигантский. Лингвистика волновой генетикой говорит, что этим прыжками генов достигаются два результата. Первый, значит, когда происходит смещение генов прыжки ДНК и изменение последовательности нуклеотидов, меняется голограмма. Вот это смена голограмм, абсолютно необходимая организму, в процессе эмбрионального развития и в процессе просто жизни взрослого человека, она абсолютно необходима. Она достигается вот этой транспозициями гена. Это раз. Второе, меняется контекстный пейзаж генов. А раз контекстный пейзаж генов поменялся, как у Алисы, вероятно, тоже поменялся, мы будем скоро это знать, то смысл гена, мутации гена, меняется на противоположный. Есть мутация, а она не замечается организмом. Знаете, какая штука? Пишется Жмэринг и читается Нью-Йорк. Вот что такое лингвистическая волновая генетика. Вот ее практическое применение. Все генетические поражения могут быть извлечены методами лингвистикой волновой генетики. И все бедные люди, которые получили радиационные повреждения наши после взрыва Чернобыльской АЭС, Фукусима в Японии масса пораженных людей. Они все могут быть извлечены, если мы правильно будем использовать принципы лингвистикой волновой генетики. Вот вам, так сказать, прямое доказательство того, что теория, она очень хорошая практична. И наконец, на закуску я вам дам такую вещь. Вот 2002 год, как раз мы работали в Канаде, в Торонто. В местечке Чилболтон появилось вот такое изображение. Знаете, сейчас круги на полях так называем, но это не круги в данном случае, а это ответ Карлу Сагану. Вот смотрите, картинка в увеличенном виде вот здесь, вот она, вот она, видите, а это ее схема. Это то, что на пшеничном поле. Вот это классическая ДНК, которая в частности была передана Карлом Саганом в созвездии М9, и, значит, она вернулась через 27 лет, вернулась картинка с очень странной молекулой ДНК. Вот это, видите, вот такая ДНК не может работать. А что это означает? Это пиктограмма излучения ДНК. То есть, эти товарищи говорят, ребята, вы генетику загнали, генетика вас загнала в тупик. Вы неправильно обращаетесь с молекулами ДНК. Вы не понимаете, что ДНК является излучателем одновременно антенной информации генетической. И они нам показывают. Они как, вот мы как на экзамене. Сумеем понять? Молодцы. Не сумеем. Мы себя загоняем в тупик. Вот сейчас на таком этапе находится человечество. А лингвистика и волновая генетика позволяют ему выбраться из этой дыры и жить долго и счастливо, быть здоровыми. Вот примерно так я хотел рассказать о наших работах.